Эфир Всех приветствую. В этой банке у меня находится эфир. То есть это тот самый настоящий эфир, который применяется в двигателях компрессионного типа. Типа КМД 2,5. У меня одна такая банка, ребята, уже взорвалась. То есть она, как видите, металлическая. То есть это не из-под эфира банка. Я сюда его просто залил. И одна у меня такая банка зимой сжалась и взорвалась. Чтобы с этой последней банкой то же самое не произошло, я решил немного изменить его хранение. Во-первых, надо его открыть для начала. Хочу замешать его сразу с топливом в пропорции 50 на 50. Видите, даже заржавела крышка. И в таком состоянии оно должно будет весьма долго храниться. Теперь главное открыть ее. Что-то она не хочет открываться. Зараза такая. Но уже запах эфира пошел. Все, понеслась. Аккуратно откручиваю. Банка до сих пор полная. В железной таре эфир особо не улетучивается. Купил для этих целей керосин осветительный. Наливать буду в обычную бутылку из-под кока-колы. Мешать буду в пропорции 1 к 1. Обычно эфира немножко меньше нужно. В общем составе топлива эфира нужно 35 процентов. Керосина 40. Ну а остальное 25 процентов масла. Один из рецептов. Я же сделаю так, что эфира будет 50 процентов. То есть 40 процентов эфира, 40 процентов керосина. На случай, если эфир немножко испарится. Все-таки хранить планируется долго. Поэтому сейчас я в эту бутылку его наливаю. Пахнет класс! Незабываемый запах. И переливаю его сюда. А теперь у меня получилась целая бутылка эфира вместе с керосином. Немного отлил в бутылку топливо. Здесь эфир и керосин осветительный. Хочу замешать касторки. Примерно 20 процентов добавить здесь. И попробовать, пускается ли двигатель. То есть у меня некоторые сомнения насчет того эфира есть. И попробовать так чисто в руке запускнуть двигатель. Вот. Примерно это будет до буквы С. Пробуем разбудить. Так, это один пузырь и второй пузырь. Вот так, я думаю, будет пока достаточно. На дно оседает, нет? Вроде бы подразмешалась. Теперь можно набрать шприц и пробовать. Есть тут поменьше и побольше. Возьмем побольше. Составы топлива разные немножко. Я намесил. У меня получилось где-то 40 процентов эфира, 40 процентов керосина осветительного и 20 процентов касторового масла. Масла можно больше добавить. Прикол в том, что эфира больше не добавишь. Поэтому я вот пока остановился на этом. Сейчас мы посмотрим. Хотя этот двигатель я только собрал. Не знаю, будет ли он давать какие-либо признаки жизни. Не уверен. Но если топливо нормальное, то должен по-хорошему хоть какие-то признаки давать жизни. Значит капаем немножко в камеру сгорания и пробуем. Так, по-моему, никаких признаков пока. Нужно подкрутить. Еще чуть-чуть. Честно говоря, поршневая у этого двигателя не очень хорошая. Вряд ли он так просто будет запускаться. С этим двигателем что-то не получается. То ли топливо плохо размешал, то ли двигатель такой. Попробую заведомо рабочий двигатель. Как он себя поведет. Давно я не запускал такие двигатели. Пришлось немножко потрудиться, чтобы заново овладеть навыком. Я тут за кадром немного запускал. Удачно все получалось. Сейчас я вам покажу, как он запускается. Приступим к запуску. Попытаюсь на ваших глазах произвести пуск этого двигателя. Компрессионного типа. Если будет интересно, если видео соберет приличное количество лайков, просмотров, то сниму еще несколько видосов на данную тему. Пишите в комментариях. Возможно кому-то будет интересно посмотреть обзоры на такие двигатели. У меня несколько штук есть. Не все они рабочие, но обзоры снять могу. То есть у меня есть не только компрессионного типа. Для меня это самые простые. В запуске двигателя не нужно никаких смесей. Хитрых метанола не нужно. Не нужно электричество подавать. Запускается, то есть все очень здесь легко и просто. Заправляем топливо в бак. Можно даже подбавить туда. Так, это есть. Теперь капаем в камеру сгорания. Здесь я уже предварительно настроил более-менее. То есть запуск будет несложным. Капаем в цилиндр топливо. Прилично, чтобы оно и в картер протекло. Запуск тут весьма своеобразный. Ну вот, в принципе, все готово. Можно пробовать запускать. Вот такими движениями. Конечно, когда двигатель прогреется, он легче гораздо его запустить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Вот так примерно выглядел первый пуск. То есть первый пуск после того, как двигатель был остывший. Сейчас его запускать гораздо легче будет. Попробую еще раз запустить. Как-то работает слабо. Хотелось бы помощнее, чтобы было. Попытка номер два. Теперь на горячую. Попробую еще раз запустить. 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 Ребята, как-то так можно доделывать самолет. Здесь нужно подшалманить его и будем пробовать запускать. Я думаю, в этом году все-таки надо запустить самолет. Тем более, что я обещал подписчикам. Но обещания, как вы знаете, надо выполнять летом или не летом. Хотя бы осенью запустить его уже будет нормально. Топливо нормальное. Нужно здесь регулировать. Нужно ключик просто сделать. Я не могу регулировать смесь, поэтому мощности маловато. Могу только компрессию крутить. Она снаружи, а смесь она вот здесь. Надо прямоугольный ключик сделать либо выход какой-то. В общем, как-то так буду доделывать аппарат, настраивать его и мы его запустим обязательно. Аппарат примечателен тем, что здесь управление маятниковое. Хочется его проверить. Сделано было в детстве, но так ни разу и не запущено. В общем, на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, что вам интересно. Возможно, у меня будет та информация, которую я могу с вами поделиться именно в авиамодельном либо другом модельном деле. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Всех благодарю за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok